МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Более сотни новых автомобилей Аким Карагандинской области вручил областному департаменту внутренних дел. Всего в этом году в областном бюджете выделено более 2 миллиардов тенге на материально-техническое обеспечение органов правопорядка. В Караганде стартовало единое национальное тестирование. Изъято большое количество смартфонов и шпаргалок. В этом году единый экзамен будет проходить в три потока. Самые меткие стрелки соревнуются в Карагандинской области. На полигоне близ поселка Караба стартовало первенство по стрельбе из штатного оружия в рамках 15-й Спартакеады Национальной гвардии. Обо всем более подробно. Автопарк областного департамента внутренних дел пополнился новыми автомашинами. 103 новые КИА были приобретены на бюджетные средства. Автомашины будут распределены в отделы местной полицейской службы и другие подразделения департамента. Ключи от новых машин вручил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов и начальник ДВД генерал-майор Мергенбай Жапаров осматривают новые автомашины. 103 единицы автотранспорта были приобретены за счет средств областного бюджета. Выступая на церемонии передачи автомашин, глава региона подчеркнул, что нынешнее событие – это яркий пример выполнения поручения президента страны о надлежащем техническом обеспечении органов правопорядка. Это поручение главы государства о надлежащем техническом обеспечении органов правопорядка. И сегодня мы видим яркий пример реализации поручения президента. Теперь практически у каждого участкового будет свой автотранспорт. Часть автомашин будет передана Дорожно-патрульной службе, часть – в другие подразделения Департамента внутренних дел. Я хотел бы от имени всех карагандийцев, от имени руководства области поздравить вас с таким хорошим подарком. Глава региона также сообщил, что и в дальнейшем областные власти будут помогать правоохранительным органам. В нынешнем году на техническое обеспечение выделена рекордная сумма – около двух миллиардов тенге. В свою очередь от полиции все карагандинцы ожидают обеспечения безопасности на высоком уровне. С вырученными машинами обеспеченность автотранспорта на 66% обеспечен ДВТ-Карагандинский область. Машины в основном будут пользоваться, как вы знаете, охрана общественной порядка, общественной безопасности населения, раскрытие преступлений по горящим селям и дорожной безопасности. Новые автомашины марки «Кеа» будут распределены в отделы местной полицейской службы, а также в другие подразделения Департамента внутренних дел. Андрей Тенес, Ламбеку Спана, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде стартовало единое национальное тестирование. В нашем регионе Янте проходит в три потока – 21, 23 и 25 июня. Ежегодно на пунктах сдачи Янте принимаются беспрецедентные меры безопасности. Однако каждый раз находятся желающие пронести с собой мобильный телефон. О том, как прошел первый день сдачи Янте, в нашем следующем материале. С раннего утра на площади у главного корпуса «Каргу» сотни школьников. Еще больше тех, кто пришел их поддержать. В нынешнем году в Карагандинской области выпускается более 7 тысяч школьников. Из них 5 тысяч сдают единое национальное тестирование. Это на 8% больше, чем в прошлом году, заявили специалисты Управления образования. В целом у нас сдача Янте пройдет в три потока – 21, 23 и 25 июня. По области у нас в этом году закончилось 7 тысяч 40 выпускников. Из них 5 тысяч, или это 78% выпускников, изъявили желание сдавать единое национальное тестирование. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Сегодня нас же в первом потоке сдают выпускники городов Караганда, Шахтинск и областные организации. Всего 1541 ребенок. Служба безопасности тщательно проверяет школьников у входа в здание. Все были предупреждены о запретах, однако некоторые школьники все же умудрились взять с собой шпаргалки и телефоны. Нашим журналистам удалось запечатлеть казусные моменты. Нашим журналистам удалось запечатлеть казусные моменты. Для родителей и учителей, планирующих дожидаться окончания экзамена, предоставили актовый зал. Болельщики наблюдали за экзаменом в режиме реального времени. На большой экран попеременно выводилась картинка с камер наблюдения, установленных в аудиториях. Я пришла сегодня болеть за свою дочь, которая закончила 16-ю школу в Шахтинске. Сегодня у нас важный день ЕНТ. Я верю в свою дочку. Выбрала физику и по стопам дедушки пошла. И, конечно, переживаю. Слов много, эмоций много. Но хочу сказать, что светлая голова, годы упорного учения и все приведет. Наталья Федоренко ученица 23-й каргандинской школы. Она закончила тестирование самое первое. Девушка рассказала, что надзор был особенно тщательным. Возможности списать не было. В тестах были незнакомые вопросы, но она верила в свои силы. Выпускница призналась, что в основном были вопросы на логику. Ну, в принципе, я не сильно переживала, но сейчас вот немножечко есть такое волнение, когда уже вышло именно золототой. Так, в принципе, все хорошо. Разговорю по вопросам, то есть что было самое сложное для вас в новых вопросах? Ну, наверное, то, что очень много логических вопросов, которых раньше не было. Теперь выпускникам остается ждать результаты. Уже на следующий день те, кого не устроили итоги экзамена, смогут подать апелляцию. Претензии следует подавать лично, при себе иметь удостоверение личности и черновик со своими вариантами ответов. Андрей Тенна, Жарагибаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 20 июня на территории международной выставки Экспо-2017 прошел национальный день в Финляндии. С утра и до самого вечера на сцене выступали финские музыканты, певцы, танцоры, артисты, а также специально из Лапландии в Астану прибыл самый настоящий Дед Мороз – финский Йолупуки. Самый настоящий финский Дед Мороз. Из самой настоящей Лапландии. Зовут его Йолупуки. На концерте, посвященном Национальному дню Финляндии, этот сказочный персонаж стал, пожалуй, самым колоритным и популярным среди детей. Сюда я прилетел не на оленях, на самолете. Просто сейчас лето, а в Рождество я, конечно, путешествую на оленях. Хоть и понимаю, что сейчас лето, но у вас здесь все равно очень жарко. В Лапландии сейчас всего 10 градусов. Весь день 20 июня стал Национальным днем Финляндии. Глава Казахстана Нурсултан Азарбаев вместе со своим финским коллегой из Саули Нии Нистё ознакомился с экспозициями Национального павильона Финляндии, а также и провел двусторонние переговоры. В ходе пресс-конференции президент Финляндии рассказал о дипломатических отношениях с Казахстаном и совместных бизнес-проектах. У нас долгосрочные отношения, 25 лет дипломатическим отношениям с Казахстаном. Это уже 25-летняя годовщина, и бизнес казахстанско-финляндский. У нас очень много общего опыта. И во время моего официального визита пару лет назад со мной была бизнес-делегация. И сейчас я уже слышу, что, по крайней мере, некоторые из этих компаний смогли развить большие взаимоотношения и торговлю с казахстанскими партнерами. И у нас сегодня также с нами присутствует министр нашей внешней торговли. По его словам, показательным результатом переговоров является открытие прямого рейса между двумя столицами – Хельсинки и Астаной. Также Саули Нии Нистё подчеркнул, что видит огромные возможности не только по экспортированию, а также инвестируя и сотрудничая с казахстанскими партнерами. На сцене Национального дня прошла не только концертная программа, но и награждение победителей в конкурсе рисунков. Лучшими стали воспитанники одного из детских садов Астаны. Специальный гость – финский Дед Мороз Йоллу Поки – поздравил ребят с победой и вручил памятные призы. Концерт продолжили звезды финской эстрады. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скиф в Караганде представляет супер-акции с 19 июня по 2 июля. Молоко Адари – 1 литр, 255 тенге. Окрачка «Куриный ресурс» – 1 килограмм, 429 тенге. Скиф – просто сравни цены. К другим новостям. Рейсовый пассажирский автобус полностью сгорел на трассе Карагандаж из Казган. К счастью, жертв и пострадавших нет. Происшествие произошло 20 июня около 4 часов дня. По неустановленной причине возле села Акой в отсеке двигателя началось возгорание. В салоне находилось 49 пассажиров. Попытки водителя потушить пламя не увенчались успехом. Пассажиры успели забрать вещи и отойти на безопасные расстояния. В Щетском районе на 838-м километре автодороги Козлорда-Павлодар, в 8 километрах от села Акой, в 16.09 часов произошло горение рейсов автобуса «Ютонг» к сообщениям Карагандаж Айре. В салоне автобуса находились 49 пассажиров, которые своевременно самостоятельно эвакуировались и продолжили движение на попутном транспорте. Жертв и пострадавших нет. Автобус принадлежал автопарку номер 3. Причины возгорания уточняются. 25 сотрудников и ветеранов полиции наградили нагрудными отличительными знаками. Торжественное событие, посвященное 25-летию казахстанской полиции, состоялось в УВД Караганды. Мероприятие началось с возложения цветов и минутой молчания в честь героев, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Мы никогда не должны забывать о наших коллегах, погибших при исполнении служебного долга. Они всегда будут живы в наших сердцах. Праздник начался с возложения цветов к мемориалу сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники полиции минутой молчания почтили память героев. Мероприятие продолжилось в актовом зале Карагандинского управления внутренних дел. 25 сотрудников и ветеранов полиции награждены юбилейными медалями в честь 25-летия казахстанской полиции. Среди них и Арайгуль Аронова. Около 19 лет она работает в полиции. Сегодня я в честь праздника 25-летия дня казахстанской полиции получила нагрудной знак «25 лет казахстанской полиции». Благодарю за поддержку руководства УВД города Караганды, что пошли данный нагрудный знак. Лучшие сотрудники также удостоены нагрудного знака за отличную службу, а также почетных грамот и памятных подарков. В преддверии дня казахстанской полиции в этом году знаменательная дата – 25 лет сообразования дня казахстанской полиции. Сегодня у УВД города Караганды с участием личного состава мы проводим торжественное мероприятие. Пригласили заслуженных ветеранов, приготовили для них ценные подарки, концертную программу. И пользуясь случаем хочу поздравить весь личный состав ДВД Караганды с 25-летним казахстанской полиции. Торжественное мероприятие продолжил концерт. Молодые полицейские исполнили песни и национальные танцы. Выступления не оставили равнодушными виновников торжества. В Саране состоялся открытый прием граждан по правовым вопросам, касающихся деятельности правоохранительных и других государственных органов. День открытых дверей организовал филиал партии Нор-Утан совместно с филиалом Республиканского союза юристов. Жителям Саране выпала возможность получить ответы на все вопросы, которые касаются взаимоотношения с государственными органами. Валерия Косарева занимается небольшим бизнесом. Она заявила, что государственные органы не раз проводили незаконные проверки. И сегодня предприниматель за советом обратилась к специалистам. Была незаконная проверка внеплановая у меня. И они выявили ошибки. И ездят, даже я без моего присутствия, ездят в суды и разбираются. В ходе мероприятия специалисты десятка государственных органов давали советы местным жителям. Главная цель – это оказание квалифицированной помощи и повышение уровня правовой грамотности населения, заявили организаторы. Аналогичное мероприятие уже проводилось в Тимиртау и Караганде. Цель данного мероприятия – оказание квалифицированной помощи населению города и предоставление возможности проконсультироваться по различного рода правовым вопросам. В качестве консультантов сегодня у нас привлечены ответственные работники, опытные работники прокуратуры, областного суда, агентства по делам государственной службы. Сегодня также привлечены департаменты госдоходов, департаменты юстиции. И также будет возможность у населения проконсультироваться у адвокатов, нотариусов и впервые принимают участие в таком мероприятии в нашем совместном палате предпринимателей. День открытых дверей посетили более 40 жителей Сарани. Все поступившие обращения направляются в соответствующие государственные органы. Андрей Тенажар Гибаева, Жаксылык Нурта и Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. На полигоне Национальной гвардии проходит первенство по пулевой стрельбе в рамках 15-й спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди войсковых подразделений региональных командований Национальной гвардии. В соревнованиях принимают участие команды со всех регионов страны. Республиканская спартакиада посвящена 25-летию образования войск правопорядка и казахстанской полиции. Пулевая стрельба является олимпийским и военно-прикладным видом спорта. Именно поэтому в спартакиаде Национальной гвардии огневой подготовке команд уделяют особое внимание. Шесть команд из всех регионов страны собрались на полигоне возле поселка Карабас на 15-й спартакиаде. Это команды региональных командований Орталэк, Батэс, Онтустэк, Шагэс, а также команда столичной войсковой части 55-73 и Петропавловского военного института. Мы выбрали поэтапно, значит, несколько этапов. Это первенство подразделений прошли, значит, первенство оригинальных командований, первенство Национальной гвардии. Также одной из целей охват военнослужащих большего количества для участия и привлечения к огневой подготовке. Огневая подготовка является у нас основным предметом обучения, потому что военнослужащий обязан стрелять, применять оружие в необходимых случаях. Организаторы спартакиады отметили, что в программу первенства входит не только так называемая статическая спортивная стрельба на меткость. Участники также соревнуются в такой дисциплине, как стрельба в составе войскового наряда. А это уже ближе к практической стрельбе. В первенстве принимает участие команда регионального командования Батыс из Западного Казахстана. В команде всего четыре человека, но это лучшие из лучших, заявляют военные. В отборе 12 участвовало и прибыло 4 человека, лучшие из лучших, каждый из своих воинских частей, то есть те, кто заняли призовые места, первые, вторые места. Здесь у нас проводятся соревнования по пулевой стрельбе из ПМ, то есть два человека участвуют из пистолета Макарова стреляет, и два человека стреляют из автомата Калашникова. То есть это обязательное условие. Я являюсь стрелком из пистолета Макарова. Соревнования пройдут в течение трех дней. Стоит отметить, что 15-я спартакиада Национальной гвардии проходит на территории всей Республики Казахстан. В разных регионах проводятся разные этапы этой спартакиады. Карагандинской области выпала честь принимать лучших стрелков. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин